Здарова, комрады! С вами снова Аргумент600 и сегодня мы протестируем Macbook Pro. Это не самое новое поколение его, но для наших, в принципе, тестов вполне сойдет. Методику, я думаю, вы уже знаете. Если вы не смотрели предыдущее видео, советую очень посмотреть его. Ну, а все остальные, давайте посмотрим, что у нас вышло. В принципе, бенчмарков, к сожалению, таких вот кроссплатформенных не очень много. Поэтому, ну, давайте ценить то, что у нас хотя бы есть. Итак, внимание на экран. Итак, начнем, как обычно, с Geekbench 4. И в данном случае я уже свел все данные на один слайд. В прошлый раз мы видели то, что в сингл-кор режиме Android и Windows шли нос к носу. Здесь, в принципе, в этом же режиме примерно те же показатели. То есть здесь совершенно очевидно, нет никаких сомнений, что разница в пределах погрешности. Самое интересное здесь это именно мультиядерный режим. Если в прошлый раз в битве между Android и Windows 10 мы видели некоторое превосходство винды в данном бенчмарке и в данном режиме, то здесь все наоборот. Винда показала результаты несколько меньше, а OS X, естественно, показал больше. Ну, почему естественно? Потому что OS X это совершенно очевидно то, что родная операционка для MacBook Pro. Поэтому, возможно, как-то там система менеджмента частоты настроена по-другому. Хотя, конечно, здесь надо изучать плотнее и интересно, как работает система охлаждения. Возможно, здесь есть какая-то откатка. Но, тем не менее, здесь разница меньше, чем разница между Android и Windows 10. Хотя она тоже очень и очень небольшая. Вот Geekbench показывает очень корректные результаты на разных платформах. Поэтому, если мы говорим конкретно только про Geekbench, то результаты действительно между разными операционками можно сравнивать с совсем небольшими оговорками. Ну, а теперь перейдем к GFX Benchmark. В прошлый раз там очень интересные результаты были. Посмотрим, какие они будут здесь. Как и в прошлый раз, результаты в GFX Benchmark просто странные, реально. Если мы в случае Windows и Android видели явное преимущество одной платформы в первой части тестов, а в второй части у нас уже лидировал Android, то здесь ситуация очень и очень переменчивая. Мы видим то, что у нас здесь первые четыре уже позиции – это чистокровные графические тесты. То есть первые два – это Manhattan, третье и четвертое – это, соответственно, T-Rex в номинальном режиме и вне экрана. Итак, мы видим, что по какой-то причине в режиме off-screen, то есть в разрешении 1900 на 1200 или 1080, то есть Full HD, мы видим то, что винда в случае с Manhattan вырывается вперед, а в случае с сценой T-Rex вырывается OSX. Это очень странные результаты, потому что мы прекрасно знаем, что Manhattan действительно загружает больше графическую подсистему, в то время как T-Rex – это более слабая сцена, и поэтому там нагрузка ложится более равномерно между центральным процессором и графическим ядром. И это очень странно, что почему-то на задачах с графикой побеждает Windows, я не знаю, не уверен, могу только догадываться, но предположу, что тупо дрова под Windows под видеокарту допиливают активнее, хотя это вот просто догадка. А вот, соответственно, вторая часть тестов, там, где работа с текстурами, там, опять же, Windows почему-то выходит вперед, а OSX пролетется в заду. Но если мы возьмем, в принципе, этот весь график и посмотрим на него в целом, то видно, что винда все-таки отыгрывает чуточку больше позиций, чем OSX. Вот эти вот аномальные результаты, где OSX выиграла, я имею в виду, T-Rex Offscreen, можно, в принципе, списать на случайность или, там, неудачный прогон на винде, но это единственная, в принципе, единственная сцена, где победила в данном случае OSX, поэтому мы можем говорить о преимуществе винды. Что касается значимости этой победы, то, как и в случае с Android, она невелика в случае с реальными сценами, то есть графически сильно нагруженными, то есть это Манхэттен и T-Rex, а в случае с узкоспециализированными тестами, там, конечно, разница может достигать уже 30%, и да, вот в них мы не можем точно закрыть глаза на вот эту разницу. В принципе, история с предыдущей частью нашей практически повторяется, и, в принципе, выводы, наверное, здесь можно сделать те же. Итак, что же у нас получилось? В принципе, девайсы действительно разные, и видно то, что вот MacBook у нас имеет активную систему охлаждения, которая действительно не позволяет какие-то отхождения делать по температурному режиму, поэтому результаты действительно получились чуточку плотнее, чем вот на этом T-Class'е китайском. В принципе, это, я считаю, подтверждает мою теорию о том, что виноват в разбросе таких показателей именно температурный режим. Но, тем не менее, опять же, разница даже в случае OSX против Windows 10, очевидно, игнорировать ее, опять же, никак не получится. Поэтому я считаю, что сравнивать конкретное число бенчмарков из разных операционных систем, в принципе, можно, конечно, но с некоторыми оговорками, потому что каждая из операционных систем имеет свои нюансы работы. Ну, например, тот же холостой ход, скажем так, то есть нагрузка на центральный процессор в режиме простое у каждой системы разная, поэтому результаты где-то могут быть ниже, где-то выше. То есть сравнивать результаты в итоге можно, но надо делать скидку на особенность конкретного устройства и на особенность операционной системы. При этом, самое интересное, на мой взгляд, что мы узнали из этих двух частей и двух роликов, это то, что разница между разными типами устройства гораздо выше, чем между разными операционными системами. Здесь я имею в виду, что, вот, например, мы возьмем одну железку, например, скажем, тот же атом и возьмем его в пассивном режиме, а потом возьмем этот же атом тоже в пассивном режиме, но при этом, там, охладим его холодным воздухом. Вроде бы как пассив и пассив, но результаты будут гораздо больше разниться, чем если мы сменим операционную систему. Вот это, на мой взгляд, очень интересный и разумный довод. Поэтому, когда вам будут говорить то, что прям вот кардинально данные среди кроссплатформенных бенчмарков нельзя сравнивать, сравнивать это хрень. Сравнивать можно, но надо делать поправку на то, что разница все же есть и игнорировать ее нельзя. Что ж, у меня на сегодня все. С вами был Аргумент 600 и пока. Субтитры создавал DimaTorzok